Итак, мы рассмотрели вопрос об отношении Иисуса к разводу. Тема эта очень обширна, но мы пока остановимся и посмотрим, что по этому поводу говорит апостол Павел. Аспекты применения этих правил мы еще обсудим. Размышления над текстом могут привести вас к тем же мыслям, что были учеников Христа. Ничего себе, это не похоже на законное основание для развода, не так ли? Нет. Надеюсь, реагировать все же мы будем не так, как ученики. Если развестись и слово «жениться», не нарушая морали, это целое предприятие, то лучше и не начинать, думали они. При таком отношении к браку, разводу и повторному браку лучше действительно оставаться безбрачными, если не хочешь поступать вопреки истине. Но это не значит, что такая рекомендация, что такой совет оправдывает какие-либо предположения, что мы продолжаем делать попытки найти основания для развода. Итак, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, апостол Павел начинает говорить о браке и дает ряд предписаний, ряд правил. Сначала тем, кто не женат, а потом в стихе 10 он более конкретно говорит о браке, разводе и тому подобном. Подобно тому, как Иисус выделил ряд важных моментов, апостол Павел также обращает внимание читателей на определенные вопросы. И вот первое, к чему призывает Павел, следовать учению Иисуса Христа. И при внимательном изучении стихов 10 и 11, мы увидим в них подтверждение общего наставления Христа относительно брака. То есть подтверждение того, что было уже сказано Христом, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Павел также пишет, а вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную, или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Мы с вами еще вернемся к вводным фразам «не я повелеваю, а Господь» в стихе 10 и другой фразе «прочем же я говорю, а не Господь» в стихе 12. Но пока обратим внимание на другое. Итак, Павел говорит, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную, или примириться с мужем своим. Получается, что вступать в новый брак ей запрещено. Так? Постойте. Но мне показалось, что данное Христом общее правило с оговоркой об исключении в Матфея 19.9 позволяет людям жениться и выходить замуж повторно. Теперь же Павел предлагает женщине только два возможных варианта – примириться с мужем или оставаться безбрачной. Почему? Если брак распался по причине порнея, то создавать новую семью нравственно допустимо. Правильно? Мы только что об этом говорили и сделали такой вывод на основании учения Иисуса Христа. Как же Павел пришел к подобному заключению? Что он имеет в виду? Может, ситуацию, когда развод состоялся не по причине порнея? В этом случае совет примириться или оставаться безбрачную вполне логичен и вполне уместен. Ибо такой развод, который произошел не по причине супружеской измены порнея, и такой новый брак будут согласны учению Иисуса Христа при любодеянии. Получается, что Павел основывает свой вывод на общем правиле, а не на исключении, которое, повторяю, гласит, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Таким образом, развод по любой другой причине, кроме порнея, для Бога неприемлем. А отсюда совет жене таков – либо примирись с мужем, либо оставайся безбрачную. Не связывайся ни с кем еще. В этом случае, согласно учению Христа, ты совершишь прелюбодеяние. Поэтому, несмотря на всю строгость данного Павлом повеления, он, как я полагаю, заключает в себе основное учение Иисуса относительно развода и повторного брака, без учета оговорки об исключении. А теперь вернемся к ремаркам Павла. «Скажите, что мы делаем, если мы скажем, вот что я хочу сказать. Кое-что из изложенного мною – это слова Господа, они богодухновенны и истинны, их хорошо бы исполнять, а с другой стороны скажу вам еще кое-что, и это только мое мнение. Так что воспринимать его серьезно не стоит, и, вероятно, оно не богодухновенно». Итак, это первый способ толкования исследуемого текста. Однако, такой подход не вполне согласуется с доктриной о безошибочности Библии, согласно которой библейские канонические книги Бога Духновенны, безошибочны и истинны. В противном случае, они не вошли бы в канон. Если это справедливо, то справедливо и наше убеждение о безошибочности Библии. Тогда что же означают эти вводные слова, как вы думаете? Пожалуйста. Слова Павла вдохновлены Богом и представляют собой продолжающееся откровение Божие, данное в дополнение к словам Христа. Это не значит, что Павел прибавляет к Божьему учению. Ни в коем случае, нет. Это и есть Божье учение. Апостол Павел раскрывает в деталях то, о чем Иисус подробнее еще не говорил. Хорошо. А теперь давайте послушаем, что Кайл скажет. Да, но стихи 10 и 11 согласуются с другими местами Священного Писания. Поэтому, я думаю, нет основания считать их небо вдохновенными. Вы оба правы. Не знаю, всем ли было хорошо слышно, но прозвучало следующее. Стихам 10 и 11 соответствуют другие места Священного Писания, где записаны слова Иисуса. «Однако, говоря от первого лица, Бог продолжает открывать нам Свои истины через Меня», пишет апостол Павел в дополнение к тому, что говорил Христос. Тогда какова же функция этих вводных слов? Это комментарии по поводу безошибочности Библии? Нет. По существу, это исторические комментарии. Вот где источник. Но можем ли мы, учитывая это, быть уверены, что не заблуждаемся в толковании стихов 10 и 11? Я уже отмечал, что в данных стихах апостол Павел подтверждает слова Иисуса Христа. Однако, у вас может возникнуть вопрос, а как я пришел к такому вот выводу? С одной стороны, повеление Павла согласуется с наставлениями Иисуса, записанными в другом Евангелии. А с другой стороны, апостол пишет, «Не я повелеваю, а Господь». Иными словами, Павел говорит, «Знаете, мои слова – лишь повторение слов Христа». Это подразумевает, что речь пойдет о наставлениях Иисуса. То есть, вероятнее всего, в стихах 10 и 11 Павел действительно будет вести рассуждения в свете учения Христова. А далее, когда мы читаем стих 12, то мы видим, что он говорит, «Прочем же я говорю, а не Господь». Означает ли это меньшую достоверность слов Павла? Нет. Это свидетельствует о том, что, по крайней мере, в Писании таких высказываний Иисуса не содержится. И, возможно, из устных преданий Павлу было известно, что среди наставления Христа слов, подобных тем, что записаны в стихе 12, нет. Итак, сам Павел выражает свои мысли по данному вопросу, но, поскольку этот текст вошел в Писание, мы знаем, что слова Павла были подсказаны ему Богом, а потому они не менее достоверны истиной, чем стихи 10 и 11. Следовательно, не следует воспринимать вводные предложения как основания для вывода о богодухновенности или небогодухновенности анализируемых фрагментов текста. Итак, это стихи 10 и 12. Вторая мысль Павла, заключенная в стихах 12 по 14, состоит в том, что верующие не должны разводиться со своими неверующими супругами исключительно по причине отсутствия у последних веры. Если неверующий хочет жить с верующим, брак должен сохраняться. Давайте рассмотрим стихи и попробуем в них разобраться. Итак, Павел говорит, «Прочем же я говорю, а не Господь, если какой брат...» Данным термином Павел, как правило, обозначает человека вообще, а не только просто мужчину, при этом человека верующего. Так вот, если какой брат имеет жену неверующую... Итак, речь здесь идет о браке верующего мужчины с неверующей женщиной. И она, то есть неверующая женщина, согласна жить с ним, говорится в тексте, то есть не желает расторжения брака только по той причине, что вот он теперь верует во Христа, а она нет, то, как ему следует поступить, то он не должен оставлять ее. Итак, верующие не должны разводиться со своими неверующими супругами исключительно, и это важно, по причине отсутствия у последних веры, а не по какой-то иной причине, если неверующие желают сохранить брак. Таким образом, даже возникшее на почве разных религиозных убеждений отчуждение не должно стать причиной развода, в том случае, если неверующий супруг согласен жить с верующим. Это повеление дается мужчинам. А теперь обратимся к ситуации, когда семью составляют верующая жена и неверующий муж. Это описано в стихе 13. «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Несмотря на то, что Павел не употребляет здесь слово «сестра», нам понятно, как и в случае обращения к брату, понятно, кого он имеет здесь в виду. Имеется в виду верующая жена, которая живет с неверующим мужем. «И если он согласен жить с нею, то она не должна оставлять его. Она не должна разводиться с супругом только потому, что он неверующий. Это непозволительно». А далее в стихе 14 дается пояснение, почему вполне допустимо и даже рекомендовано продолжать жить вместе. «Ибо...» И далее здесь следует объяснение правила, которое первоначально дается в стихах 12 и 13. «Итак, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Обратите внимание, какой грандиозный набор возможностей предоставляет этот фрагмент Писания. Как его еще можно понимать или толковать? Например, так. «У меня неверующий супруг, но если я буду продолжать жить с ним или жить с ней, с супругой, то он или она будут спасены и освящены самим моим существованием, как христианин или христианки». Вот, собственно, и все, что необходимо для спасения, оказывается. Читать Евангелие, веровать во Христа, при этом не обязательно неверующему супругу или супруге. «Если мы не разведемся», рассуждает верующий, то он или она, то есть супруг или супруга, спасется и будет освящен или освящена. Но Павел говорит здесь о другом. И в ошибочном понимании его слов отчасти, можно сказать, виновен не вполне корректный перевод этих слов на английский или на русский языки. Оригинальный термин, который в переводе звучит как «освящается», имеет более глубокое значение. Значение в смысле «отделенный» или «отдельный». Иначе говоря, «быть освященным» значит быть отделенным от всего оскверненного, мирского, нечистого. Тем не менее, «отделенный» от мирского, нечистого не значит «спасенный». Рассматриваемое слово может также толковаться как «освященный» в богословском смысле, в котором оно, скорее всего, здесь и употребляется. Утверждая, что верующий супруг может спасти своего неверующего супруга, продолжая жить с ним в браке, Павел, по сути, проповедует другое Евангелие. И что, это тот самый апостол, который некогда изрек «кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема»? Вряд ли слова Павла следует понимать в вышеизложенном смысле. Итак, он говорит об отделенности от всего мирского и оскверненного. Что это может означать? Если поразмышлять над его словами, их смысл, как мне кажется, становится понятнее. Если один супруг верует в Бога, во Христа, а другой – нет, это не значит, что неверующий не знает ваших религиозных убеждений и не понимает, что определенные вещи, которые вы допускали раньше, например, неприличные шутки, анекдоты или бранные выражения, больше для вас, как человека верующего, неприемлемы. Они вас оскорбляют. Что из этого следует? Что неверующий супруг обретает спасение? Нет, но это служит ему предупреждением. Иными словами, вы даете супругу или супруге понять, что теперь смотрите на подобные вещи иначе. Супруг или супруга, конечно, может продолжать вести себя, как прежде, говорить в том же ключе или продолжать читать плейбой или что-то подобное, но при этом будет знать, что вам все это крайне неприятно. И он или она будет ощущать по этому поводу определенный дискомфорт. И знаете, что это, скорее всего, за собой повлечет? Ваш супруг постарается воздерживаться от вышеперечисленного в вашем присутствии. И в результате атмосфера в доме и в семье изменится к лучшему. Это будет очевидно не только обоим супругам, но также и их детям. Поэтому, когда апостол говорит, что дети ваши были бы нечисты, он, вероятнее всего, имеет в виду влияние на детей тлетворной среды, создающей условия для процветания греха в доме. Так как проживание под одной крышей с верующим человеком ограничивает и минимизирует это самое тлетворное влияние, это оказывает содействие и действие на всех окружающих в доме. Одно время я несколько раз в неделю посещал фитнес-клуб. И, конечно, понятно, что за определенное время при этом знакомишься там с разными людьми. Так вот, был в этом клубе один пожилой господин, с которым мы стали хорошими приятелями. Мы обсуждали с ним разные вопросы и давали друг другу умные советы. И так мы общались, и наши приятельские отношения развивались довольно долго. И вот однажды этот мой приятель узнал, что я преподаю в семинарии Тринити. Что-то изменилось с тех пор. Никогда я не забуду такого события. Я захожу в клуб, а он уже собирается идти домой, попутно общается со своими друзьями. Я же в это время переодеваюсь и собираюсь идти заниматься в тренажерном зале. И вот он меня заметил, мы поздоровались, как всегда, и он сказал мне... Вы знаете, я знаю один неприличный анекдот, очень интересный. Хотите, расскажу? Нет, сказал я. Интересно, почему он вообще задал мне этот вопрос? Почему он задал его именно мне и никому больше? Потому что он знал, что я профессор семинарии. Именно это обстоятельство стало для него своего рода сигналом, как бы предупреждением о том, что прежде чем рассказать мне что-либо, что вызывает сомнения или вопросы, хорошо бы предварительно спросить меня о том, готов ли я это слушать. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Здоровая атмосфера в доме не гарантирует спасения или обращения к Богу детей и мужа. Но она, эта атмосфера, значительно минимизирует пагубное влияние греха на мужа и на детей. И, следовательно, если неверующий супруг, зная ваши духовные убеждения и ваши принципы, ваши ценности, ваш образ жизни, если неверующий супруг хочет жить с вами под одной крышей, зная все это, то это великолепно. Вы же не выгоняете неверующих людей с богослужения только лишь потому, что они еще не обратились к Богу. Но, напротив, вы радуетесь тому, что они пришли в церковь и могут услышать Евангелие. По той же самой причине Павел говорит, «Если ваш неверующий супруг согласен жить с вами, не оставляйте его». Пожалуйста. Как апостол Павел говорит, что в случае брака верующего с неверующим, эти два человека не имеют много общего, потому что один духовный, а другой плотской. Вопрос. А что, если супруг предлагает делать что-то неприемлемое, может быть, даже непристойное? Да. Думаю, есть другие места Священного Писания, в которых Павел обращается непосредственно к Коринфянам с более общими наставлениями. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными», так написано в Писании. Полагаю, что это всегда применимо к брачным отношениям, поскольку они предполагают наиболее тесное общение. Но также это применимо не только к брачным общениям. Сфера применения этого наставления, как мне кажется, может быть и должна быть шире. Даже в сфере бизнеса нам, как людям верующим, хорошо бы выбирать партнеров из среды верующих людей. Но я действительно полагаю, что выраженная вами мысль как раз и обуславливает наличие в тексте этих слов. С начала проповеди Евангелия существовало немало семейных пар, состоящих из неверующих людей. И что происходило? Вот они слышали Евангелие, и один из супругов обращался в христианство, а другой нет. Соответственно, возникал вопрос. Итак, один говорит, «Теперь я новая тварь, теперь я новое творение, а вот мой супруг еще нет, что же мне делать?» Павел говорит, «Не оставляйте его», только потому что он еще не обратился к Богу. Рассмотрим другую ситуацию. Представим, что верующий вступил в брак с неверующим, чего делать, конечно, не стоило, но раз уж это произошло, то кулаками махать уже поздно. Так вот, если смешанный брак, в котором присутствуют верующие и неверующие, образовался именно таким образом, при этом неверующий супруг согласен жить с верующим, то Павел говорит, «Не оставляй его». Получается интересная ситуация. Парнея разрывает брачные узы в Божьих глазах, а вот без Божия, не веря во Христа, нет. Любопытно. Не оставлять супруга, но лишь в том случае, если неверующий супруг не отказывается жить с верующим. Но что же делать, если такое происходит? Предположим, неверующий супруг говорит, «Мне такая жизнь не по душе, у нас ничего не получится, и я хочу с тобой расстаться». Павел обращается и к этой стороне медали. Он пишет так, «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится». Речь здесь идет не об утреннем расставании, когда супруг отправляется на работу. Употребленный в этом стихе глагол неоднократно используется в Матфея 19 главе в значении «развод». Следовательно, и это относится к тексту Библии на английском языке, слово «уходить», «оставлять» в данном случае равнозначно слову «разводиться». И, по сути, Павел говорит, «Откуда вы знаете, что ваш супруг или супруга ушли потому, что не хотят жить под одной крышей с верующим?» Что имеет в виду Павел здесь? Он дает нам наставления другого рода в стихах 13 и 14. А стих 15 начинается словами «Если же», что указывает на альтернативный вариант в случаях, подобных тому, которые мы с вами сейчас рассматриваем. Как это следует понимать? В одном случае апостол говорит «не оставляйте», а в другом говорит «если же», «если же что?» «Если же неверующий хочет развестись, то, как написано в Библии, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны». И заключается это словами «К миру призывал нас Господь». К стиху 16 мы обратимся позже. А сейчас, во-первых, Павел дает нам общее правило, предписывающее определенное поведение. Это правило гласит, «Если неверующий не хочет жить с верующим и хочет развестись, то как следует поступать верующему? Пойти в окружной суд и подать документы на развод? Нет. Здесь записано «пусть разводятся». Итак, инициатором развода в данном случае является неверующий супруг. Если вы станете побуждать его сохранить семью во что бы то ни стало, то для такого случая Павел говорит, «если он, то есть неверующий супруг, твердо намерен разорвать с вами отношения по причине вашей веры, то не вынуждайте его. Пусть он или она разводится». Однако предпринимать определенные действия, согласно наставлению Павла, должны не вы. От вас, скорее, ожидается бездействие. Пусть инициатор развода идет и подает соответствующие документы. Далее Павел объясняет логику данных предписаний. Обоснование общего правила состоит из ряда моментов, которые апостол излагает в стихах 15 и 16. Во-первых, он утверждает, что брат или сестра в таких случаях не связаны. Что это означает? Это означает, что верующий не обязан пытаться сохранять брак любой ценой, если его супруг или супруга этого не желают. А в следующей фразе дается первое обоснование. «К миру призвал нас Господь». Только представьте себе смешанный брак, в котором неверующего супруга все раздражает верующим супруге. Вообразите себе семью, в которой неверующий супруг испытывает стойкую неприязнь к верующему. Если этого неверующего супруга принудить к дальнейшему совместному проживанию с верующим, как вы думаете, во что это выльется? Наверняка будет постоянный стресс, постоянные разногласия, угрозы, душевные или даже физические травмы. И потом у Павел говорит, пусть разводятся, потому что иначе мира в доме не будет, а Господь призвал нас к миру. Бог не одобряет споры и раздоры. Помимо этого, возможность развода обусловлена и еще одной причиной. И эта причина изложена в стихе 16. Там написано так. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Если полностью вырвать этот стих из контекста, его можно использовать в качестве аргумента в поддержку сохранения смешанного брака любой ценой. Даже если все плохо, муж меня обижает и унижает, разводиться не стоит, ведь апостол Павел говорит, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? И правда, а может быть, так и будет. Значит, надо смириться и жить дальше и терпеть. Я же знаю, что в данном стихе апостол Павел выражает совершенно противоположную мысль. Почему я так думаю? Потому что эти слова идут вслед за словами «пусть разводятся». По сути, Павел говорит примерно следующее. Послушай, верующий супруг, если ты думаешь, что ты должен сохранять семью вопреки желанию своего неверующего супруга, потому что ты будешь Ему путеводителем ко Христу, объясни, на чем основана такая убежденность. Возможно, ты окажешься прав, а возможно и нет. Если вы будете постоянно враждовать, как ты приведешь супруга к Богу? Так что, если ты сохраняешь брак в надежде обратить своего супруга, не рассчитывай на стопроцентный успех. Может быть, лучше расслабиться. Ты не обязан жить так дальше, ради и во имя спасения неверующего супруга. Твои попытки могут оказаться бесплодными. Более того, вероятность положительного исхода такой евангелизации довольно мала, если твой супруг отвергает не только Христа, но и тебя. Таким образом, если принять это во внимание в качестве обоснования слова апостола Павла «пусть разводится», то 16 стих следует, вероятно, толковать так. Твои попытки обратить супруга к Богу могут не дать желаемого результата. Вместо такого толкования «не разводись, ибо есть еще надежда и большая вероятность, что твой супруг все-таки когда-либо придет ко Христу». Итак, каков же итог сказанного? Если следовать предложенному пониманию первого послания к Коринфянам 7 главы в совокупности с выводами из Евангелия от Матфея 19 главы, где учит сам Христос, мы можем выделить два основания для расторжения брака, законных с точки зрения библейского учения. Хотя Павел не обращается к вопросу о повторном браке, в ситуации, когда неверующий супруг оставляет верующего. Я полагаю, что такой брак допустим, поскольку все изученные предписания по сути запрещают развод при сохранении брачных уз в Божьих глазах. Однако, если в Божьих глазах эти узы расторгнуты, я не вижу препятствий для заключения нового брака. В своих рассуждениях я отталкиваюсь от Божьих наставлений изреченных апостолом Павлом, а именно, что в данных обстоятельствах нежелание неверующего супруга продолжать жить в браке с верующим разрушает брачный союз. Именно поэтому Бог через апостола Павла говорит, пусть разводится. То есть, если неверующий хочет разорвать отношения и делает это, то оба бывших супруга могут вступить в новый брак. Итак, если причина развода порнеа или нежелание неверующего продолжать жить с верующим, то верующий супруг свободен развестись и вступить в новый брак, и при этом он не нарушит никаких норм христианской морали. Как видите, такой подход допускает не меньшее, так сказать, пространство для маневра, чем позиция школы Шамая. Так? Однако, давайте отвлечемся от противостояния школ Гилеля и Шамая и обратимся к нашим собственным взглядам. Ведь мы живем не в эпоху иудаизма или даже не в эпоху современного иудаизма. Нам самим важно понять, допустимо ли современному христианину разводиться и создавать новую семью? И если да, то при каких условиях? Предпринятый анализ позволяет выделить два таких условия для основания для развода. То есть, получается, что если мы с супругом не подходим друг к другу, но при этом друг к другу не изменяем и оба веруем во Христа, мы обречены жить вместе? Получается так. Таково правило. Хорошо. А если речь идет не только о психологической несовместимости, но и о ненадлежащем отношении ко мне со стороны супруга, вплоть до физического насилия надо мной и над детьми, неужели супруга может сказать, я обязана жить с ним и сносить все это только потому, что он мне не изменяет? И, как это ни странно, он все еще хочет продолжать жить со мной. что на это ответить? Обсуждаемое правило, как кажется, допускает возможность весьма плачевной ситуации в семье. Ненадлежащее отношение одного из супругов к другому, но при этом оба супруга хранят верность друг к другу, то есть никто не совершает порнеа, а неверующий супруг не хочет уходить от верующего, что тогда остается? Остается продолжать жить вместе. Стоит ли рассчитывать на улучшение ситуации? Вряд ли. Не думаю, что Богу угодно, чтобы вы рисковали собственной жизнью или жизнью своих детей, но при этом он не позволяет вам разводиться. Так, как же быть в такой ситуации? Существует несколько путей решение проблемы, не прибегая к разводу. Во-первых, возможно так называемое отлучение от ложа и стола. Если супруг ведет себя таким неподобающим образом, найдите себе другое, более безопасное место жительства. Если в целях безопасности детей вам необходимо решение суда, запрещающее ему приближаться к детям на определенное расстояние, то обратитесь с соответствующим заявлением в суд. Это не означает полный развод. Это лишь ограждает вас и ваших детей от насилия со стороны супруга. Что вы скажете на этом? Возможно, вы скажете, это, конечно, решит определенные вопросы и проблемы, но что, если мой супруг исключительно безответственен финансово? Пока мы состоим в браке, финансовая ответственность целиком лежит на мне. Для таких ситуаций существует такой вариант, как раздельное жительство супругов по решению суда. Не расторгая брак как таковой, эта ситуация предполагает финансовую независимость друг от друга обоих супругов. Однако, если мы имеем дело с ситуацией, когда отсутствует факт супружеской измены, а оба супруга либо верующие, либо неверующие, то такая ситуация в определенном смысле представляется как тупиковая. С одной стороны, это действительно выглядит удручающе, но я так не считаю. Мне представляется, что здесь одна мысль применительно к обсуждаемым правилам и нравственным оценкам должна прозвучать громко и четко. И эта мысль состоит в том, что брак это дело очень серьезное. И относиться к браку легкомысленно просто недопустимо. Я крайне обеспокоен тем обстоятельством, что сегодня многие люди, в том числе и верующие, имеют, как я бы сказал, голливудское представление о браке. Это ситуация, когда двое с пустой головой, но переполненным сердцем, как по волшебству, влюбляются в друг друга и живут долго и счастливо. Так не бывает. К ухаживанию, если вы еще не замужем или не женаты, надо подходить очень серьезно. Воспользуйтесь тем временем, чтобы получше узнать человека. Если вам так и не удалось понять, что он собой представляет, ни в коем случае не спешите вступать с ним брак. Если же вы решили, что это как раз тот или та, кого вам предназначил Бог, тогда ваш союз это не просто законный брак. Это обет делать все возможное, чтобы хранить и поддерживать свои отношения. Потому что жить долго и счастливо, не прилагая к этому никаких усилий, можно разве что в сказке. Вам пришлось попотеть, чтобы заполучить любимого человека себе в супруге. Теперь надо приложить максимум стараний, чтобы удержать его в этом статусе. Конечно, если вы этого не делаете, то у вашего супруга все же нет права с вами разводиться, но проблем в этом случае вам всем не миновать. Полагаю, что это крайне важно для всех, но особенно это важно для христиан, и тем более это важно для церковных служителей различных направлений, уровней и степени. Об этом мы буквально через минуту поговорим более подробно. Знаете, я думаю, что все это означает? Гораздо более значимо поддерживать здоровые супружеские отношения, чем получить отличную оценку по этике. Потому что что толку, если вы будете блистать степенью магистра, практического богословия, а в семейной жизни вы потерпите крах, что тогда будет с вашим служением? Ничего хорошего из этого не получится. Такова реальность жизни. Вы знаете, есть немало людей, которые, недавно создав семью, вдруг решают посвятить свою жизнь служению, решают поступать в семинарию, а супругу в таком случае говорят примерно следующее. Знаешь, дорогая, милый дорогой, ты пока посиди тихонько в уголочке, а я поучусь и поживу в библиотеке, потому что учебная нагрузка очень большая. Конечно же, обедать мы будем вместе, и мы поговорим, пока будем обедать, но в остальном прости на меня, не рассчитывай, по крайней мере, в эти годы, пока я учусь. Такое положение дел может вполне устраивать тех, кто учится вас духовно, эмоционально, интеллектуально, но это не будет устраивать вашего супруга или супругу. Им, ему или ей приходится многим жертвовать ради нашей с вами академической деятельности, и нам это нужно четко осознавать, причем осознавать не время от времени, а постоянно, и при этом важно работать над своими супружескими отношениями. Вы можете сказать, но ведь Бог призвал меня к служению. Да, отвечу я. Но ведь Бог также призвал вас к совместной жизни, вот с этим человеком, вашим супругом или вашей супругой. И это, как вы понимаете, тоже требует времени и усилий. если вы не будете относиться к этому серьезно, то можете оказаться в весьма и весьма затруднительном положении вашей семейной жизни. Жаль, что в течение семестра я не могу дать вам такое задание, чтобы вы отложили все учебники в сторону и пригласили своего супруга или супругу в ресторан, чтобы просто насладиться общением друг с другом. Я искренне думаю, что это принесло бы вам немало положительных результатов. Отличную оценку за это я поставить не могу, но настоятельно рекомендую вам воспользоваться моим советом. Не думайте, что это просто безделица. Давайте не только сами относиться к супружеству серьезно, но и учить этому своих детей. С вашего позволения приведу примеры собственного опыта. Пример того, насколько значимым этот вопрос был для моих родителей и какой плод это впоследствии принесло. Сейчас точно и не вспомню, сколько мне было тогда лет, но, видимо, я был очень и очень маленький. Довелось мне присутствовать на церемонии бракосочетания. И эту брачную церемонию проводил мой папа или кто-то другой, но не в этом суде. Событие это бурно обсуждалось. Так вот, однажды, во время купания, я был еще в том возрасте, когда меня купала мама, я, будучи озадачен немалым количеством проблем, спросил маму, «Мам, а как узнать, на ком надо жениться?» Она ответила, «Об этом знает Бог. Хочешь помолиться о том, чтобы Бог хранил эту девушку и в определенное время открыл тебе, кто она?» Я ответил ей, «Хочу», и мы тогда помолились вместе с ней. Вы знаете, это произвело на меня тогда довольно сильное впечатление. Не стоит блуждать в поисках спутника жизни, а потом жить с тем, кто попадется, и думать, что все это будет долго и счастливо. О супружестве надо размышлять, надо молиться, надо стремиться понять Божью волю. Это не та ситуация, когда Бог отходит в сторону и говорит, «Ладно, ребята, делайте, что хотите». Богу известно, что в этом мире есть немало людей, причем замечательных людей, которые, увы, не годятся вам в супруги. Но есть в этом мире тот или та, кто должен быть вашим супругом или супругой. И Бог не делает из этого тайны. Если вы будете постоянно молиться и просить его показать вам этого человека, а потом внимательно слушать и наблюдать, то Бог непременно ответит на ваши молитвы. Я не зря так подробно об этом говорю. Можно продолжать рассуждать о законных основаниях для развода и повторного брака. Но когда видишь, насколько неприглядна и сложна ситуация распада семьи, тогда понимаешь, что куда лучше отыскать того единственного, пожениться и действительно жить долго и счастливо, не помышляя о разводе. Итак, есть выход из ситуации, есть способ избежать проблем. Субтитры Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok